Всем привет! Совсем недавно, буквально на днях, наш материальный мир покинул замечательный музыкант. Музыкант не просто с большой буквы, а с огромной буквы. Вайншоттер. Изумительный джазовый композитор, саксофонист, исполнитель, соответственно и аранжировщик. Да вообще это все ерунда. Исполнитель, композитор, музыкант, настоящий большой музыкант. Ему было 89 лет. Большая жизнь, очень много музыки записано, очень много музыки сыграно, очень много музыки есть у нас, у всех, я так подозреваю. Играл он с Майлсом Дэвисом, в том числе. Не только, конечно, с ним, но и с Дэвисом тоже. И огромное количество музыки, которую мы слышим на пластинках Майлса Дэвиса, написано Уэйном Шоттером. Ну, в определенный период творчества. В частности, вот эта пластинка Майлс и много-много других записей. Но сегодня я хочу поговорить... Вот у меня тут пара пластинок, к сожалению. У меня, к сожалению, мало сольников шортера. Поэтому я хочу показать вот этот альбом, который всем наверняка известен до мозга костей, как принято говорить, литературным языком выражаясь. До мозга костей. Эту пластинку мы все знаем, любим, крутим каждый день, да, и напеваем, а также играем на баяне мотивы Сантана и Ведерепорт, как пел Борис Борисович Кремщиков много-много десятков лет тому назад. Но, тем не менее, почему именно Ведерепорт я вспомнил, разговаривая о Уэйне Шоттере? Потому что, как и большинство, наверное, тех, кто меня видит, кто меня слышит, к джазу я пришел не сразу. Начал я слушать, конечно, рок, как и большинство моих коллег, моих знакомых, моих приятелей. И после рока плавно, ну, рок во всех его проявлениях, там после рока все-таки пришел фьюжн, так называемый, а после фьюжна уже пришел классический, а также не классический, а разный авангардный джаз. И вообще джаз в широком понимании этого слова, этого значения. Что такое джаз? Вы знаете, да, конечно? Это безумие и суета. Ну, скорее суета, чем безумие. Конечно, в принципе, безумия там тоже хватало. Достаточно вспомнить там Дизи Гелеспи, Чарли Паркера и нашего дорогого, уважаемого, всеми любимого Калтрейна. Вот где безумие, так безумие. Но впервые услышав саксофон Уэйна Шортера, я был им очарован, могу сказать. А услышал я его впервые как раз на пластинках Weather Report. Он не на всех альбомах Weather Report играл, но много где, на большинстве, так скажем. Это период уже 70-х годов, период, когда пришел Жака Пасториус в группу. И пластинка Heavy Weather, наверное, самая коммерчески успешная запись Weather Report. Вообще, Weather Report, что это такое сейчас? Это, как написал один мой знакомый в Фейсбуке, это ансамбль ангелов. Потому что три ключевые фигуры, Джо Завенелл, Жака Пасториус и Уэйн Шортер, они уже на небесах находятся. То есть, это коллектив небожителей. Ну, слава богу, что музыка записана, и мы можем ее слышать, наслаждаться ей. Так вот, Heavy Weather, знаменитое полотно под названием Birdland, которое открывает эту пластинку. Удивительное дело, но фьюжн-пьеса, джаз-роковая, можно так сказать, стала хитом. Попала там в разные чарты и прочее. Такое бывает редко, когда джаз-роковая пьеса становится популярной, входит в разряд поп-музыки. И многие считают, что эта пластинка вообще попсовая, Heavy Weather. Я с этим не соглашусь совершенно. Это у нас 77-й год. 77-й год. В общем, это закат музыки фьюжн. Недолгий период рассвета был у этого направления, потому что появилось такое количество откровенного... Но не то чтобы хлама, хлама там быть не может, поскольку джазы, джаз-рок, фьюжн, абы кто не сыграет. Играли только профессионалы, только с исключительным техническим уровнем артисты, музыканты. Но очень много безликих пластинок было совершенно таких, под копирку сделанных, а-ля Махавишна Окестра, а-ля там еще несколько коллективов. Ну, Махавишна Окестра остался в веках, так же, как и Weather Report. А масса проектов, много сольных записей было музыкантов там. Я не скажу, что Билли Каббом – это плохая музыка, но у него достаточно много, на мой взгляд, таких пластинок, тоже сделанных зданию моди. Хотя первый альбом «Спектрум» он блестящий, тоже такой был взрыв фьюжн у Билли Каббома. А потом несколько альбомов было каких-то таких. А потом он вернулся к джазу, уже настоящему, и пошло все здорово. Ну, так вот, а Weather Report они нашли удивительный, Джо Завинул, в первую очередь, Жака Пасториус, нашли удивительный такой ключ, повернув который, музыка фьюжн как-то оживилась. Такой ключик, как пружину завода в часах, они так покрутили, раз, и все снова расцвело. И стиль обновился, стиль доказал свое право на существование, выражаясь пошлым газетным языком, критически доказал свое право. Кому ничего, никому ничего не надо доказывать. Люди играют и играют, играют то, что нравится. И, как принято говорить, такая смесь поп-музыки, понятной, доходчивой, легко читаемой, музыки, которую можно напевать. Недаром Борис Гребичков спел про то, что играет порой на баяне с антамной Weather Report. Можно сыграть на баяне легко. Внешнюю канву музыки Weather Report, потому что Завинул и товарищи писали такие вещи, которые мелодически достаточно понятны, просты, казалось бы. И вот, что интересно, они не усложняли эти простые мелодические фразы. Завинул не усложнял их никогда. А наоборот, он раскрывал все, что есть в сочетании вот этих нескольких нот, в его таких достаточно простых, коротких мелодических построениях. Он раскрывал всю глубину, всю глубину музыки. То есть музыка не просто, она не линейна, она еще и вот так идет. И так, и так, она вообще трехмерна, если не четырех. И вот он копал в эту глубину и насыщал достаточно простые мелодические построения таким количеством звуков, каждый из которых абсолютно был на своем месте. Ничего лишнего, всего много, но ничего лишнего. Вот такая удивительная штука. И копал именно в глубину, в высоту, вширь и вдаль. И мелодические вот эти коротенькие штучки раскрывались просто каким-то таким цветущим букетом с запахом, с цветом, со звуком. И со всем спектром чувств, многие из которых еще даже не названы и не обозначены ни в медицине, ни в психологии. Вот что я вам скажу. Итак, Birdland, которая стала хитом. Прекрасные, ритмические, гармонические, понятные, доступные такие истории. И саксофон Уэйна Шортера здесь как лучик света просто появляется. Играет вместе с клавишами вот эту простую мелодическую линию. Потом уходит немножко в соло. Но в целом очень плотная штука Birdland. Она не разваливается, не расчленяется на соло. Никаких там нет таких кусков для импровизации. Она очень монолитна, очень плотна. Повторюсь я, да, и такая вещь в себе просто. На самом деле готовый хит. Бери его и крути по радио. Что и происходило. Редкий случай, когда джаз-роковые такие штуки стали крутиться на FM-станциях в полный рост. Но потом начинаются чудеса настоящие. I remarked you made. Следующий номер. Одна из красивейших мелодий музыки под условным названием рок. или джаз-рок, или джаз, или фьюжн, как угодно. А вообще просто одна из красивейших мелодий музыки 20 века. Если я буду писать список 100 своих любимых песен, эта штука, хотя там и нет вокала, она обязательно туда войдет. Начинается с недлинной саксофонной истории Шортера, прекрасной. А Шортер всегда, вся его музыка, она очень теплая, очень светлая. Даже когда он играл всяческие такие авангардные вещи, как на этой пластинке, вот, например. Это вполне такое, как критики пишут, постбоб с уходом уже в авангард. Все равно у него, в отличие от холодной музыки Майлса Дэвиса, у него очень теплая, светлая музыка. И его звук, он прям, он такой мягкий, такой комфортный, кайфовый, что слушать его сплошное наслаждение. И вот начинается с этой коротенькой истории саксофона Шортера. Потом Жака Пасториус играет на бас-гитаре солирующую партию. Вообще здесь Пасториус использует бас-гитару, как основной мелодический инструмент, как соло-гитару, или как там клавиши, как основной солирующий мелодический инструмент. И такие чудеса на своем безладовом басе так красиво выигрывает эту мелодию. И задав, собственно говоря, мелодию неземной красоты, отдает время Уэйну Шортеру, который со своим соло эту мелодию обыгрывает, разыгрывает ее по-всякому, украшает ее и уходит в сторону, возвращается к ней. Но без фанатизма, без безумия, без ухода совсем в авангард. Это вам не Орнет Колман, да, это совершенно конкретные мелодические истории. Очень красиво. И потом следует Тин Таун, пьеса Жака Пасториуса. Ну и понятно, что с грандиозного баса это все начинается. И с каким-то просто бесчисленным количеством нот, сыгранных на бас-гитаре, она продолжается, развивается, саксофон подключается, клавиши, естественно, никуда не деваются, Джо Завиннелла. Все очень здорово. И уже ты забываешь, что эту пластинку называют попсовой. Потому что музыка становится настолько сложной, настолько джазовой, по-хорошему, с большой буквы «Д». Точнее, «Джей». Ну, по-русски будет «Д», пускай. И переходим к «Орликину» пьесы Уэйна Шортера, которая уже чистый джаз настоящий, хотя и электрический. Хотя все синтезаторы Джо Завиннелла здесь остались. Электрический безладовый бас здесь остался. Барабаны остались, все осталось. Саксофон Шортера. Но это чистый просто джаз. Уже никакой поп-музыки. Здесь поп-музыкой и не пахнет. Вообще, это красивейшая джазовая пьеса. И после нее на второй стороне «Румба-мама». Алекс Акуна со своим товарищем этим самым Барденой на пару наяривают на перкуссии. Слава богу, недолго. Потому что очень много сыграно ими на перкуссии вдвоем. Такое количество ударов, такое количество звуков, что долго это просто не вынести. Недолго, но красиво. «Палладиум» пьеса Шортера очередная. Которая начинается неожиданными роковыми ударами. С басом, с клавишами, с саксом. Прямо какой-то кинг-римсом. От Шортера такого никто не ожидал. Но потом тут же все это смягчается. Тут же переходит в типичную музыку Уэйна Шортера. Светлую, солнечную, сверкающую, разливающуюся мелодиями. Которых очень много маленьких мелодических кусочков в этой пьесе. «Де Джаглер». Следующий номер. Завинуло. Довольно тихое такое полотно, которое к финалу нарастает. И финал изумительный. Он рассыпается просто какими-то, не тысячами, конечно, но кажется, что тысячами синтезаторных звуков колокольчиков. Они прямо так рассыпаются, рассыпаются и растворяются в пространстве. И грандиозный финал Гавана. Финальная пьеса. Автор Пасториус. Ну и понятно, раз автор Пасториус, значит, мы играем много, громко, хорошо. И даже иногда, мне кажется, очень много. Даже иногда, мне кажется, что Пасториуса здесь слишком много. Уж так там сыграно на бас-гитаре, что мама дорогая. Но в какой-то момент он раз уступает место для соло Шортеру, потом играет вместе опять с ударными Пасториус, и Шортер с Завинулом отвечают ему короткими фразами саксофон, с клавишами. Такой диалог Пасториуса с клавишами, с саксофоном очень интересный. И Шортер к концу расходится уже просто такими галисандо-фантастическими на саксофоне. Ощущение такое, что достала его вот эта бесконечная игра на бас-гитаре, и он отвечает таким яростным криком саксофона, что, мол, все, хватит, я тоже могу, я тоже хочу. Но это я утрирую. На самом деле все красиво, музыкально, и очень-очень интересно. Слушать можно бесконечно, все время открывая для себя какие-то новые ходы, новые ассоциации, новые образы от этой музыки. Там очень много всего кайфового. Weather Report. Я пошел пить пока.